День рождения Симбирского Деда Мороза Скорее заканчивайте все свои дела. В 2 часа дня именинник ждет нас в парке 40-летия ВЛКСМ на верхней террасе. Будет очень весело, интересно, а главное совершенно волшебно. Команда 200 непременно отправится узнать, как отмечает именинник главный волшебник нашей страны. Не пропустите праздник и вы! Вот только одна проблема. На день рождения нужно идти с подарком. А что дарить Деду Морозу? Ведь у него все есть. С этим вопросом мы решили обратиться к ульяновцам. Все привыкли к тому, что подарки дарит Дед Мороз. А что подарить самому Деду Морозу на день рождения? Как вы думаете, что можно подарить Деду Морозу на день рождения? Ух ты! Если честно, я даже не знаю, даже не задумывалась об этом. Наверное, то, что он больше всего любит. Может быть, сладкое или книжки, может быть, интересные. Я думаю, что Деду Морозу лучше подарить хорошие пожелания на Новый год. Мне кажется, ему можно подарить новый мешок. Счастье и радость. Это единственное, что ему нужно. Ну, в связи с погодами в Ульяновске, то Деду Морозу, мне кажется, на Новый год и на день рождения помешает побольше снега. Я думаю, ноутбук. Вдруг у него его нету. Снегу, чтобы санки ехали и стишок. А я вот думаю, массу детских желаний. Думаю, Дедушка Мороз будет рад. Вот видите, как много хороших идей вам выбирать. Вот теперь и вы знаете, что дарить Деду Морозу. А у нас подарок давно готов. И трудилась над ним Полина Пономарева. Смотрим. Самый лучший подарок Дедушке Морозу – это сделанный своими руками. Раз Дедушка большой волшебник, значит и подарок должен быть большим. Мы долго думали, что может порадовать сказочного деда, у которого и так все есть. А потом вспомнили, как он каждый раз радует снарядной елочке. Точно! Сделаем Дедушке гигантскую елочную игрушку. Для этого нам нужны Большая круглая тарелка, лист белого плотного картона, узкая лента или тьма, широкоатласная лента, трафарет, фигурки кошки, черный картон, крупные бусины, небольшие елочные игрушки, деревянная шпажка, ножницы, карандаш и клеевой пистолет. Итак, за работу! Делать мы будем кошечку на луне. Сначала при помощи тарелки рисуем на листе картона большой полумесяц. Это будет основа нашей игрушки. Ее надо будет аккуратненько вырезать. Представляете, когда-то все елочные игрушки делались вручную. Стеклянные шары и фигурки, к которым мы привыкли, в России появились только в начале прошлого века. А до этого елки украшали конфетами, фруктами, печеньем и пряниками. Иногда даже на ветке вешали книжки и коробочки с сюрпризами. Все это можно было снимать с цветы и забирать в себя. Но, разумеется, если вы хорошо вели себя в выходящем году, были прилежны, аккуратны, наторались. Точно так же, как мы сейчас стараемся. У нас получился вот такой полумесяц. Сейчас мы берем ткани и будем обматывать этот полумесяц. Кстати, сама традиция наряжать елку началась с древней немецкой легенды о деревьях, которые пышно сцветали зимние морозы. Поэтому самыми первыми елочными украшениями были цветы, конечно, ненастоящие. Откуда же им в холода взяться? Взрослые дети их сами мастерили. Прямо как мы сейчас. Кстати, вот что у нас сейчас получилось. Теперь следующая задача. Отложить наш макет. Мы сейчас должны будет сделать кошку. Для этого берем трафарет, прикладываем сначала одной, потом другой стороной к черному картону и вырезаем. Вырезанные фигурки мы склеим белыми сторонами, а между ними вклеим деревянную шпажку, чтобы получилось что-то вроде куклы на палочке. Мяу. Мяу. Привет. Привет, кошка. Привет и пока. Откладываем кошку. Нам надо приклеить на месяц бусина. Осталось совсем чуть-чуть, и наша игрушка для Дедушки Мороза будет готова. Кстати, а вы знаете, что Дед Мороз не такой уж и старый? Первый раз он пришел на елку всего 85 лет назад. Сначала дети его даже испугались, ведь никто не понял. Сначала праздник явился незнакомый бородатый старик, да еще и с огромным мешком. Но когда во всем разобрались, сразу поняли, без него теперь Нового года и быть не может. Так, у нас по крайней мере приготовься такая луна. Наверное, кошечка уже хочет. Мяу, мяу, мяу. У нас есть с тобой еще атласная лента. Так. Я сам из нее с тобой сделаю. Бантик, бантик. Делаю бантик, самый обычный, такой же, как и для прически или карнавального костюма. О, карнавальный костюм. Это еще один новогодний обычай, только уже исконный русский. И пошел он со времен Петра Первого. Ведь именно он придумал отмечать в России Новый год. В те времена очень популярны были маскарады. Участвовали у них тогда взрослые. Ну, со временем это стало детской забавой. Прежде чем нам клеить банк, нам надо приклеить ниточку, за которой будет висеть этот бантик. Правильно? Да, вот она. Давай отрежем небольшой кусок. Вот столько, мне кажется. Давай так, чтобы на елку, на ветку повесилось. Вот так, нормально? Да. Ну, вот почти и все. Осталось только вставить месяц палочку с кошкой и повесить на бусины игрушки. И то, и другое. Лучше немножко приклеить, чтобы не потерялось по дороге. Готово. Надеюсь, Деду Морозу это понравится. Такой красивый подарок. Кошечка на луне. Пора нам собираться на день рождения Деда Мороза. Что? Вы переживаете, что не успеете? До праздника приготовите Дедушке подарок. Ну, не расстраивайтесь. Делайте, не торопитесь. И приносите парк Приморожный до следующей субботы. А 21 декабря Дедушка выберет самую большую и самую интересную игрушку. И наградит того, кто для него ее сделал. И пусть повезет именно вам. Специально для детских вестей Вика и Полина Поломарева. И еще один день рождения в нашей программе. 2 декабря Мариинская гимназия исполнила 155 лет. Мы попросили нашего корреспондента рассказать нам все о юбилярше. Смотрите, какая лестница кружевная, как в дворце каком-то. А это домовой храм. Он здесь был в царское время. Потом его разрушили, а 10 лет назад опять вернули. А это картины. Они здесь всегда висят. Как вы думаете, где мы находимся? В каком-то музее или в замке? Нет, это Мариинская гимназия. И я здесь учусь. Моя школа, наверное, самая необыкновенная в городе. Во-первых, как вы заметили, она самая красивая. Во-вторых, самая старая. Ей в будущем году исполняется 200 лет. В-третьих, она носит имя русской императрицы Марии. И это имя императрица даровала ей лично. Случилось это ровно 155 лет назад, 2 декабря. И сегодня, в этот самый день, нас первоклассников принимают в гимназисты. Гимназист это тот, кто хорошо учится, хорошо себя ведет и всем помогает. Он хорошо учится, любит свою гимназию и хорошее у него поведение. Соблюдает правила в школе Мариинская гимназия. Никого, никем не обзывается и никого не бьет. Но самое главное, гимназист обязательно должен знать историю своей школы. А в ней есть чем гордиться. Например, основала ее два века назад российская императрица Елизавета. Это было самое первое учебное заведение для девочек в Симбирске, дом трудолюбия. И здесь учили танцам, музыке, рукоделию и иностранным языкам. А еще здесь дважды бывали российские императоры. Сначала Александр Первый, затем Николай Первый. Николай Павлович сказал, что дом трудолюбия лучшее, что он видел в Симбирске. Представляете? И теперь нам, гимназистам, тоже предстоит поддерживать высокое имя Мариинской гимназии. Мы напишем контрольные сложные, все сочеты успешно зададим. Нет для нас ничего невозможного. Мы уверены, завтра глядим. Поддерживать доброе имя нашей гимназии не так-то просто, ведь школьная жизнь у нас только учебой не ограничивается. Мы участвуем в олимпиадах, проектируем будущем прибиваемся через терню к звездам в специальных проектах. А еще нас здесь учат делать добрые дела. Ты знаешь, что нам в этом году 200 лет, поэтому и проект носит название «200 добрых дел». Каждый класс в этом году выбрал по два добрых дела, которые они совершат. Мы поедем в детский дом и подарим ребятам подарки. Мы поможем птицам перенести тяжелую зиму и сделаем для них кормушки. А в этом году еще 75 лет победы. Ты знаешь об этом? И мы будем ветеранов поздравлять с этим замечательным праздником. Вот что такое 200 добрых дел. Быть гимназистом это не только большая честь, но и большая ответственность. И с сегодняшнего дня мы тоже стали частью этой большой и долгой истории, которая началась так много лет назад в праздниках юной мариинцы. Специально для детских вестей Алексей Юдин. Совсем недавно в нашем городе праздновался еще один юбилей. Новому президентскому мосту исполнилось 10 лет. Это совсем немного. То ли дело старый императорский мост. Про него нам подробно расскажут ребята из лаборатории мультфильмов. В конце девятнадцатого века в Симбирск, ныне Ульянушск, была проведена железная дорога. Но переправлять груз дальше через Волгу можно было только летом. На баржах или зимой пойду на санях. В конце 1910 года император Николай II подписал постановление о строительстве моста через Волгу. Началось оно 3 марта 1913 года. Россия принимала участие в строительстве. Хранители облицовки опор везли с Урала. Остальные конструкции везли с Юзовского завода из Донецка. Из разных городов приходили рабочие. Подводили дерево для строительства. Бутовый камень добывался в Семьерск в губернии. 7 июля 1914 года на стройке произошел пожар. Раскаленная клепка упала в мусор, который загорелся. В мае 1915 года произошел оползень, который разрушил 8 опор. Но мост восстановили и достроили. Торжественное открытие моста состояло с 5 октября 1916 года по старому календарю. Мост назвали императорским в честь 303-я дома Романовых. Редактор субтитров Время пролетело совсем незаметно. Осталось только афиша и инструктаж по погоде. А я прощаюсь с вами. Спасибо за компанию. Никто никогда его не видел, и доказательствов поэтому нет. Это волшебник. У него борода, красная шапка и костюм красный. Он любит есть мороженое. На самом деле, наоборот, он любит мороженое, но не тепло. Летом он ждет, когда Новый год опять наступит. Он ждет на севере. Ну, там ведь есть, как там, пигвины, белые медведи. Как там их еще? И больше никого. У него есть много братьев. У него есть специальные эльфы, которые ему помогают создавать подарки, там, что дети хочут. Я не знаю, кто это. Я, конечно, знаю, но это если... Нет, это сейчас будет вырез. Это Дедушка Мороз, который переносит подарки, и он только в одной стране, в России, находишься. Взрослый не верил в Деда Мороза. Потому что... Я не знаю, почему. Да потому что он нереальный. Мне кажется, самая большая мечта у Деда Мороза, чтобы не было лета, осени и весны. Чтобы всегда была зима. Дед Мороз будет рада тому, что все дети на Земле станут слушаться. Кто плохо себя вел в этом году, то он не будет им давать подарки. Только детям, кто хорошо себя вел. Они ему пишут свои письма, отправляют на почту. И письма доходят, и Дед Мороз читает, кому надо, какие подарки. Я бы написал... Ну, я не знаю, чего я бы написал. Я бы заказала Деду Морозу беби-кай. Я в него попрощу автомобиль быстрый и с украшениями огня. Да, а колеса будут, как у монстра трака. Ну, я собираюсь писать где-то через неделю. Чтобы Дед Мороз подарил тебе подарок, нужно попросить, пожалуйста. Принесет, хотя он меня уже ему принес. Дед Мороз останавливает время и ездит по домам. Потому что у него олены умеют летать, и они очень быстрые. И он успевает все покрышим на санях хладить, в печку завладивает. И вот дома оставляет подарок и быстро убегает. А потом на утро просыпается, и там лежит под елкой твой подарок. И пир на весь мир. Дорогой Дедушка Мороз поздравляет тебя с днем рождения. Я хочу пожелать тебе хорошего дня рождения. И чтобы ты никогда не болел. И чтобы у тебя было все хорошо. Я тебя буду ждать. Привет! А вы знаете, что солнышко дает витамин Д? Чтоб мы быстрее вошли. Ну и что, что холодно. Одевайтесь потеплее, бегом на улицу. Чтоб засолнится на витаминками. Вас инструктор по погоде, конечно, на лава. Пока!